Пойдем гулять? Пойдем, давай очки оденем? Давай. Маленькому Владу всего два года. Мальчик с рождения вынужден носить кепки, панамки, а главное очки с высоким уровнем защиты от солнца. Без них выходить на улицу малышу просто опасно. При попадании ультрафиолета в глаза возникает острая боль. Мы на улицу всегда с собой берем одни, четвертую степенью защиты, солнцезащитные. Это на очень яркое солнце. А вторые очки фотохромные, которые сами в зависимости от погодных условий меняют свой окрас. При этом у родителей проблем со зрением нет. Мама забила тревогу, когда сыну яркому блондину было два месяца. Показалось косоглазие. Ребенок плохо фиксировал взгляд на игрушках. Альбинизм однозначно. Это очень просто объясняется, потому что тип наследования такой. Каждый из родителей имеет дефектный ген, и когда они соединяются, у ребенка получаются признаки заболевания. Одна молекула мутированная от меня попалась, а одна от мужа. И поэтому у малыша не вырабатывается пигмент, необходимый для окраски глаз, волос. Белые волосы, косоглазие, свет и боязнь, плохое зрение и бегающие зрачки – все это признаки одной болезни. В областном офтальмологическом диспансере с редким диагнозом «альбинизм» сегодня на учете стоят 50 детей. Два раза в год малыши-альбиносы проходят специальное лечение. Среди них и второклашка Варя. Она была белоснежная. У нее волосы кукольные были, прям белые-белые, кудрявые. Мне все подходили и говорили, а вы не хотите ее отдать в рекламу? На фоне альбинизма у девочки развелась дальнозоркость. Она хорошо видит лишь верхние четыре строчки на табло. Задача докторов – сохранить зрение. Подтвердить особый диагноз наверняка может только генетическая экспертиза. Но признаки альбинизма офтальмолог видит, глядя в обычный микроскоп. Очень мало пигмента, радужки. Мы видим, что за радужкой хрусталик, вот этот вот круг. Вот это мы видим волокна хрусталика, то, на чем он висит. Врач показывает радужку под увеличением. Глаз как будто голый. Орган просвечивает, его видно насквозь. У человека-альбиноса пигмента нет не только в глазах, волосах, но и на коже. Она становится особо чувствительной к воздействию солнечных лучей. Таких малышей надо защищать, чтобы не допустить ожогов и снизить риск развития рака кожи, как это делают родители маленького Владика. Анастасия Лизаревич, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.